Всем привет! Так, сегодня начинаем третий урок английского. В предыдущем уроке мы познакомились с такой категорией глаголов, с модальными глаголами. Это такие базовые глаголы в английском языке. И сегодня начнем с того, что обобщим наше знание. Быть, являться, по-английски, инфинитив. В качестве инфинитива это to be. Помним, да, всякий раз, когда мы хотим обозначить инфинитив или базовую формулу, мы используем частичку to перед глаголом. То есть to be, а спрягается он как I am, it is, you are и так далее. То же самое, глагол мочь уметь, тот самый глагол I can, you can, he can. В качестве инфинитива он будет как to be able. Ну мы еще посмотрим парочку примеров. Значит, я могу это сделать. I can do it. И отрицание, я не могу это сделать. I cannot do it. I cannot do it. Или сокращение, I can't. I can't do it. То же самое с глаголом to be. Посмотрим, это есть трудно. It is difficult. Отрицание, это не есть трудно. It is not difficult. Или it isn't difficult. It isn't difficult. It isn't difficult at all. То есть это совсем нетрудно, это отнюдь нетрудно. It isn't difficult at all. Например, рассмотрим, когда используется в качестве инфинитива. Вот тот самый глагол to be. Такой простой диалог. Добро пожаловать. Спасибо, очень приятно быть здесь. Welcome. Thank you. It's nice to be here. It's nice to be here. Обратите внимание, то же самое логика. Очень приятно, очень мило. И потом в русском языке мы тоже используем инфинитив. Быть здесь или находиться здесь. То же самое в английском. It is nice to be here. Или это действительно мило находиться здесь. It's really nice to be here. It's really nice to be here. Nice, это мило, да? Мне бы хотелось. Такой оборот. Вот, сегодня выучим. I would like. I would like. Мне бы хотелось. Мне бы хотелось уметь делать это. То есть по-русски. Мне бы хотелось. И потом мы используем инфинитив. Уметь или мочь делать это. То же самое в английском. I would like to be able to do that. I would like to be able to do that. Мне бы хотелось пойти туда тоже. I would like to go there as well. I would like to go there as well. То есть мне бы хотелось пойти туда тоже. Ты можешь это сделать? Can you do this? Can you do this? Ты можешь это сделать? Является ли это важным? Помним, да? Как мы строим вопрос. Is it important? Is it important? Является ли это важным? Is it important? Разберем очень важный глагол. Не только в английском, но и в любом языке. Это глагол делать. To do. У нас инфинитив. И спрягается он тоже. Очень-очень легко. Только помним, третье лицо, единственное число у нас. Добавляется окончание s. В данном случае у нас окончание es. Итак, посмотрим. I do. You do. He, she, does. We do. They do. Так. Это делает, да, тоже. Это как неодушевленный предмет. Тоже третье лицо, единственное число. It does. То же самое, да? Или, например, фраза такая. Это не имеет никакого значения. В действительности это не имеет значения. It doesn't really matter. It doesn't really matter. Такая очень часто употребляемая, элегантная фраза. It doesn't really matter. Рассмотрим глагол говорить. To speak. I speak. You speak. He, she speaks. We, they speak. Вы говорите по-английски. You speak English. А в качестве вопроса, сейчас обратите внимание, как мы строим вопрос, да? Do you speak English? Do you speak English? Говорите ли вы по-английски? Или вы говорите по-английски? То же самое. He speaks French. Это утверждение. Он говорит по-французски. He speaks French. И вопрос. Does he speak French? Does he speak French? Говорит ли он по-французски? Смотрим дальше. Хорошо. По-английски в качестве прилагательного будет good. Хороший. Good. А в качестве наречия хорошо well. Эта разница практически стерлась в американском английском, но в британском английском вот именно в качестве наречия, если хотим употребить, вот именно хорошо, то есть он что-то делает хорошо, тогда мы чаще используем well в британском английском. Например, он говорит по-английски хорошо. He speaks English well. He speaks English well. Он говорит по-английски хорошо. Он может говорить по-английски хорошо. He can speak English well. He can speak English well. Он говорит по-английски? Does he speak English? Does he speak English? Или может ли он говорить по-английски? Can he speak English? Can he speak English? Может ли он говорить по-английски? Does she speak English? Или does she speak English? Does she speak English? Говорит ли она по-английски? Или она говорит по-английски? Может ли она говорить по-английски? Can she speak English? Я думаю, она говорит по-английски хорошо. Это не трудно для нее. I think she speaks English well. It's not too difficult for her. Это не слишком трудно для нее, да? I think she speaks English well. It's not too difficult for her. Я думаю, она может говорить по-английски хорошо. Это не трудно для нее. Тут мы говорим, я думаю, она может говорить по-английски хорошо. I think she can speak English well. It's not difficult for her. I think she can speak English well. It's not difficult for her. Я думаю, он в состоянии это сделать. Это важно для него. Я думаю, он в состоянии это сделать. Это важно для него. Так, рассмотрим отрицание. Например, я не могу. Сокращенный вариант. Я не делаю. Или сокращенный вариант. Например, я не могу говорить по-немецки. То же самое, да? Он не может. Он не может. Он не может. Или he can't. Или он не делает. He does not. Или сокращенный вариант. He doesn't. Он не может говорить по-немецки. He cannot speak German. Или he can't speak German. Или he cannot speak German. Он не говорит по-немецки. Если так хотим сказать, тогда he doesn't speak German. Или he does not speak German. По-английски так или таким образом будет so. Очень такое короткое, но такое часто употребительное слово тоже. So. Я так думаю. I think so. Обратите внимание на порядок слов, да? I think so. То есть, so в конце. Или я так не думаю. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Она так думает. She thinks so. She thinks so. Или она так не думает. She doesn't think so. She doesn't think so. Обратите внимание, когда... У нас отрицание. Значит, мы говорим does not. И в этом случае окончание s в самом глаголе, в самом глаголе to think, нам уже не нужно. То есть, вот это doesn't, оно забирает на себя s. She doesn't think so. She doesn't think so. Вы можете это сделать? Can you do it? Can you do it? Вы можете это сделать? No. I can't. Ответ. Нет, я не могу. Нет, я так не думаю. No, I don't think so. Повторим на то, что мы выучили в предыдущих уроках. Она хочет туда пойти. Или она хочет пойти туда. She wants to go there. She wants to go there. Вопрос. Does she want to go there? Does she want to go there? Хочет ли она пойти туда? В предыдущих уроках мы уже выучили, как будет по-английски для меня, для вас, для него, для нее. Вот у нас все перед глазами. For me. For you. For him. For her. For us. For them. В этом уроке мы выучим новый такой предлог с, да, вместе с кем-то, да. Со мной будет with me, с тобой with you, с ним, с ней, with him, with her, с нами, с ними, with us, with them. То есть тут то же самое. Местоимения не поменялись, но везде у нас предлог with. Очень тоже полезные и часто употребляемые. Пока на сегодня все и услышимся с вами в следующем уроке.